Каковы основные факторы риска развития эвазивных микозов у иммунно-скомпрометированных пациентов? В этом нет никаких для вас новостей. Это в первую очередь длительная нейтропения, с чем мы чаще всего сталкиваемся, менее 500 клеток в микролитре, то есть четвертой степени, на протяжении более 10 дней. Это длительное применение глюкокортикостероидов, недавнее или текущее использование препаратов, вызывающих выраженную иммуносупрессию. Это фаза РТПХ у пациентов, которые являются рецепиентами аллогенной трансплантации. Ну и первичные иммунодефициты и синдром приобретенного иммунодефицита. Картина инвазивных микозов полиморфна и неспецифична. Наиболее часто встречающийся рентгенологический признак – это единичный очаг с симптомом ореола, который встречается в 50-60% случаев при инвазивном аспергеллезе. И далеко не всегда обнаруживается так называемый очаг деструкции с серпом. Это всего примерно 10% всех случаев, которые принято считать типичным рентгенологическим изменением при инвазивном аспергеллезе. Это также участки консолидации с изменениями по типу матового стекла. Это субплевральные очаги, на которые нужно всегда обращать внимание при подозрении на инвазивный микоз. Золотым стандартом рентгенологической диагностики инвазивного микоза является высокоразрешающая компьютерная томография. Или томография в режиме высокоразрешения, когда срез не превышает 1 мм. Это высокочувствительный и высокоспецифичный метод. Его прогностическое значение, я имею в виду отрицательного результата этого метода, составляет более 85%. То есть отсутствие КТ-признаков при высокоразрешающей компьютерной томографии практически исключает эвазивный микоз у пациента. И КТ-картина в среднем на 5 суток опережает появление изменений, которые могли бы быть видимы на рентгенограмме. Что рекомендуется сегодня в виде клинических симптомов или лабораторных или генологических в недавнем руководстве по инвазивным микозам, которое было написано известным специалистом в этой проблеме Николаем Николаевичем Климко. Это появление клинических признаков пневмонии, это изменение на рентгенограмме легких, это выделение аспергилла с тем или иным методом, это повышение температуры тела выше 38 градусов, сохраняющейся в течение 4 суток при агромоцитозе, и подозрение на пневмоцистную пневмонию, то есть когда у пациента есть выраженная дыхательная недостаточность, ну или как классические клиницисты это описывают, мало слышно, но много видно, то есть это богатая рентгенологическая картина, сопровождающаяся выраженной дыхательной недостаточностью. Помимо профилактической терапии, я на ней останавливаюсь чуть попозже, варианты применения антимикотических средств делятся на эмпирическую терапию, превентивную или упреждающую и целенаправленную терапию. Эмпирическая терапия используется в основном при возможной грибковой инфекции, то есть когда есть фактор риска инвазивного микоза больного, в частности и нейтропения. Есть какой-то клининкорентгенологический критерий, но нет микробиологических критериев. Превентивная терапия используется при вероятной грибковой инфекции, то есть когда есть факторы риска инвазивного микоза у пациента, есть какой-то клиникорентгенологический критерий и при этом есть микробиологические критерии. Ну и целенаправленная терапия применяется при доказанной грибковой инфекции, при выделении культуры гриба. Я специально привел этот слайд, так сказать, интересного консенсуса, который был достигнут в Испании между коллегами, которые объединило несколько экспертов в интенсивной терапии, анестезиологии, микробиологии, фармакологии, инфекционных болезнях. И мнения этих экспертов были собраны так называемым «дельфийским методом». Это когда всем разослали анкеты с определенными клиническими задачами, потом эти анкеты были собраны, было аккумулировано какое-то мнение, и потом эти же эксперты встретились очно и еще раз обсудили сложившиеся ситуации, поставленные перед ними. И какое-то решение было признано достоверным, при условии, что уровень согласия составлял более 70%. В данном исследовании были включены пациенты с высоким и промежуточным риском развития инвазивного микоза, и все эти пациенты находились в критическом состоянии. То есть это, как правило, были пациенты, находящиеся в отделении интенсивной терапии. Вопрос первый, который был задан экспертом. Пациент с высоким промежуточным риском инвазивного микоза, температурой более 4 суток после назначения антибиотиков, галактомонан отрицательный или не был выполнен по каким-то причинам, КТ паранозальных синусов в грудной клетке без изменений. Пациент получал по каким-то причинам, но целесообразным, в смысле, в назначенном ранее клиницистами, получал профилактику азолами. Предлагался выбор. Амфторицин-Б липидный комплекс. Ничего, если пациент стабилен. Микофунгин, вариконазол, липосомальный амфторицин-Б и каспофунгин. В анкете был представлен именно такой выбор. Выбираем? Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. А какие антибиотики? Неизвестно. Как? Каспа? В данном случае уровень согласия экспертов был в пользу каспофунгина. То есть более 70% из этих специалистов решили, что будут поступать таким образом. Эхинокандины в данном случае имеют более благоприятный профиль безопасности. И большинство мнений в такой ситуации были назначены они. Теперь второй вопрос. Те же самые вводные. Значит, нету невозможного невероятного аспергилеза, в смысле инвазивного микоза. Но ранее пациент получал профилактику эхинокандинами. Выбор был из четырех пунктов. Амфотрицин-Б, липидный комплекс. Ничего, если пациент стабилен. Вариконазол или липосомальный амфотрицин-Б. Что назначаем? По аналогии, то в горе. Более 70% экспертов остановили свой выбор на вариконазоле и липосомальном амфотрицине-Б. Те же самые вводные. Галактоманан положительный. И или признаки инвазивного микоза на КТ паранозальных синусов негрудной клетки. Пациент получал профилактику флуканазолом или не получал никакой профилактики. Вариконазол 92%, липосомальный амфотрицин-Б 89%. Вопрос 4. Те же самые вводные. Галактоманан положительный. Или и КТ признаки инвазивного микоза. Пациент получал профилактику азолами. Выбираем пункт. Липосомальный амфотрицин-Б и КАСПОФУНГИН. Это был преимущественный выбор тех специалистов, которые принимали участие в этом дельфийском опросе. Это вообще немножко странная ситуация. До сих пор ни одна комбинация против инвазивного микоза препарата не является странной. Не является. Люди ответили на этот вопрос, как бы они поступили в той или иной клинической ситуации. Это не уровень международных рекомендаций. Это просто анализ некой картины. Те же вводные. Галактоманан положительные. Признаки инвазивного микоза на КТ. Ну то есть это вероятный инвазивный микоз. Пациент получал профилактику эхинокандинами. Им был предложен выбор из трех препаратов. Останавливаемся на липосомалии большая часть экспертов. И вариконазол тоже приблизительно сравнимые цифры. Галактоманан отрицательный. Признаки инвазивного микоза при КТ. То есть это возможный инвазивный микоз. Пациент получал профилактику флуканазолом или без профилактики. Играет лот номер. Вариконазол для пассомальной амфторицы НБ. Вопрос номер 7. Галактоманан отрицательный. Признаки инвазивного микоза на КТ. То есть возможный инвазивный микоз. Пациент получал профилактику азолами. Формально КАСПА-флукгин является второй имени после азолов. Если это резистентные плесневые грибы. Ну и поэтому комбинация липосомального КАСПА-флукгин. 80% этих экспертов остановились на липосомальном амфторицы НБ и КАСПА-флукгин. И вопрос номер 8. Высокий промежуточный риск. Все то же самое. Галактоман отрицательный. Признаки инвазивного микоза на КТ. То есть возможный инвазивный микоз. Пациент получал профилактику эхинокандинами. Большая часть остановила свой выбор на липосомальном амфторицы НБ и вариконазоле. И таким образом, по мнению этого круга экспертов, оно не претендует на какую-то абсолютную достоверность. Но, по крайней мере, достигнуто консессусом многих специалистов, которые занимаются именно клинической практикой. Причем это специалисты, которые в основном работают в отделениях интенсивной терапии. Либо тесно с ними контактируют. Была сформулирована такая схема, которую мы уже и обсудили. Это галактоман отрицательный, КТ отрицательный. Без профилактики. Профилактика азолами, профилактика эхинокандинами. Каспофунгин. Липосомальный амфторицынб. Каспофунгин. Липосомальный амфторицынб. Вариконазол. Следующая ситуация. Галактоман положительный. КТ признаки положительные. Это вероятный инвазивный микоз. Вариконазол. Липосомальный амфторицынб. В случае профилактики флуканазола, предшествующей или без нее. Выбор, который делается при предшествующей профилактике позаконазолом или вариконазолом. И при профилактике эхинокандинами. И ситуация возможного аспергиллеза, инвазивного микоза, когда галактоман отрицательный и есть КТ признаки. Это вариконазол, липосомальный амфторицынб, комбинация липосомального амфторицынб и каспофунгина и липосомальный амфторицынб и вариконазол. Вот таков был достигнут консенсус на междисциплинарном уровне в Испании. Выживаемость пациентов с инвазивным аспергиллезом в группе вариконазола в одном из ключевых исследований, которые сравнивали его с амфторицином В, была достоверно выше. Эти пациенты не имели нефротоксичности, которая была ассоциирована с амфторицином В, и в этом исследовании был доказан положительный профиль безопасности вариконазола по сравнению с амфторицином В диоксихалатом, то есть стандартным амфторицином В, использование которого сейчас в клинических условиях существенно ограничено. Вариконазол имел схожую эффективность с амфторицином В, и при его использовании в несколько меньшей степени была частота так называемых прорывных грибковых инфекций. При проведении превентивной или упреждающей терапии инвазивного аспергилёза вариконазол является на сегодняшний день препаратом выбора, особенно в группе высокого риска инвазивного аспергилёза. Вариконазол – это в основном пациенты с острым лейкозом, в индукции острого лейкоза, с милодиспластическим синдромом, те, которые получают интенсивную терапию, сапластической анемией и рецепенты логенно-гемометических стволовых клеток. По международным рекомендациям Американского общества по инфекционным заболеваниям, вариконазол рекомендован в качестве первой линии терапии лечения инвазивного аспергилёза. То же самое находится в рекомендациях Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний и международной конференции по инфекциям при лейкозах. Применение азолов, в частности вариконазола, имеет одно из ключевых значений при геологии и фомикозах, я на них немножко попозже остановлюсь, то есть на других плесневых грибах, нежели аспергиллус, потому что их, хоть они и редки, но их клиническое значение высоко в связи с высокой летательностью. В первую очередь относятся к мокуру и к фузариозу. На чём бы я хотел остановить внимание, это чисто клиническая ситуация, на так называемом воспалительном синдроме восстановления иммунитета, ну или ИРИС, при инфекционном аспергиллёзе у пациентов с нейтропенией. Что под этим подразумевается? Это часто наблюдается у ВИЧ-инфицированных больных при восстановлении иммунитета и назначении терапии, но также у гематологических больных, исходно находящихся в нейтропении. Это ухудшение рентгеновской картины на фоне уже проводимой противогрибковой терапии, которая совпадает с восстановлением нитрофилов и снижением на 50% титра галактамонана в двух последовательных измерениях 4 дня. Вот так это определено. И вот на этой картинке как раз представлена такая ситуация, здесь очаг с синдромом ореолы, участки консолидации, это на седьмой день после начала восстановления нитрофилов и при проведении терапии вариконозолом. То есть это говорит о том, что не надо сразу принимать решение о неэффективности противогрибковой терапии, потому что не во всех случаях это именно так. И вот в одном из исследований, которое включало 153 пациента, 76 из которых составляли популяцию пациентов с острым илоидным ликозом, при условии, что абсолютное число нитрофилов было выше 500 клеток в микролитре, у 24% из этих больных был как раз констатирован вот этот воспалительный синдром восстановления мунтета. И 42% из этих пациентов получали вариконозол. Почему-то применение этого препарата ассоциировалось с более частой встречаемостью этого синдрома. И было показано, что у больных, у которых был этот синдром воспалительный восстановления мунтета, в отличие от тех, у которых его не было, это все пациенты, у которых были к это признаки прогрессирования формально, жили дольше. И 30-дневная и 90-дневная летальность у пациентов с ИРИС была существенно ниже, чем у пациентов без такового, что говорит о том, что рентгеновская картина на начальных этапах восстановления нитрофилов не всегда бывает объективной в плане оценки прогрессирования инвазивного микоза. Сегодня в Российской Федерации доступен препарат вариконозол, производимый компанией «Сандос». Все, когда это кончается, так же, как и патентные сроки у всех препаратов. В основном он в большей степени используется в Северной Америке, в России и в Восточной Европе. И я перейду сразу ко второй части своего доклада, которая посвящена профилактическому использованию антимикотических препаратов при инвазивных микозах. В целом, ряде исследований. Вообще, ЭДСМИД или Европейским Обществом по инфекционным заболеваниям и микробиологии установлен такой КОТОВ, порог и уровень, что профилактическая терапия инвазивных микозов назначается при частоте их возникновения при любой ситуации, при любом заболевании, превышающей 8%. Это ситуация, которая ассоциируется с острыми милоидными микозами. И вдруг в двух крупных исследованиях, которые были посвящены острым милоидным микозам, в одном было 3000 человек, в другом более 2000, было показано, что частота инвазивных микозов в первом случае составляла 12%, во втором 6%, но вторая ситуация анализировала период с 2011 по 2013 год, когда уже активно проводилась профилактика противогрибковой азолами, по законозовам в частности. Следует обратить внимание на исследование при остром лифобластном лейкозе, тоже достаточно крупное, проводимое с 1999 по 2003 год, где частота инвазивных микозов наиболее репрезентативной составляла 6%. Учитывая то, что в последнее время все большее распространение и большую терапевтическую активность со стороны клиницистов получают гипометилирующие препараты, то, как это ни странно, но частота развития инвазивных микозов при использовании азоцитидина далеко не такая высокая, как при проведении индукционной химиотерапии по поводу острых милоидных лейкозов по стандартным схемам, в частности 7 плюс 3. У пациентов с АЧМ менее 0,5 и более 10 дней, то есть это пациенты из группы высокого риска развития инвазивного микоза, процент случаев в расчете на одного пациента составлял всего 4,1% при применении азоцитидина. В клинических рекомендациях Европейского общества по микробиологии, инфекционным заболеваниям и Европейского конференции по инфекциям при острых лейкозах рекомендации сегодня идентичны. Это использование позы конозолы при острых лейкозах. Это было сделано на основании исследования, которое сравнивало позы конозол с флуконозолом и с итероконозолом. Оно было опубликовано в 2007 году, это базовое исследование, где было показано преимущество позы конозола в профилактике инвазивных микозов при проведении интенсивной терапии при острых лейкозах. У рецепентов аллогенной трансплантации костного мозга до приживления трансплантата препарат, который профилактирует грибковую инфекцию, является с наибольшей степенью доказательности флуконозол. А у пациентов с АЛТГСК в фазе РТПХ это позы конозол, то есть сила рекомендации и качества доказательств А1. В 2007 году были опубликованы данные исследования, в которых позы конозол сравнивался с флуконозолом, и была показана более низкая летальность и частота развития инвазивного аспергиллеза при профилактическом использовании позы конозола. Что мне представляется важным, особенно в свете большого количества используемых препаратов в амбулаторной практике, это комбинация азолов с другими противоопухолевыми препаратами. Что касается венкристина, это хорошо известная ситуация, и использование азолов совместно с ним приводит к усилению нейротоксичности и желательно избегать совместного применения этих препаратов. Тоже относится к циклу фосфамиду, потому что эффектом взаимодействия этих двух препаратов является усиление гепатотоксичности, поэтому нужен мониторинг функции печени. Поскольку и бротениб является широко использованным препаратом в амбулаторной практике, то ингибирование разных субъединиц цитохрома P450 приводит к повышению концентрации бротениба. И рекомендации стандартные заключаются в следующем, что если используется флоконозол, то доза должна быть снижена на 280 мг, а если позыконозол, то до 140 мг. То же самое относится к эдэлолисибу, его концентрация повышается при совместном использовании с азовами. В практике гематолога амбулаторного, который широко назначает ингибитера тирозинкиназ, в стационаре это видно реже, это повышение концентрации в сыворотке роксолотениба, имотениба, дазотениба, нилотениба и понотениба при совместном применении с азовами. Поэтому в каких-то случаях доза препарата должна быть редуцирована, в каких-то случаях вообще нужно избегать совместного применения. Поскольку, как мы уже сказали, азолы являются препаратами выбора для профилактики, в каких случаях они не рекомендованы, либо должны быть использованы с особой осторожностью. Как я уже упомянул, это при одновременном назначении с венкристином, при назначении сиролюмса или циклоспорина А, то есть субстратов цитохрома P450, совместно с препаратами, которые удвиняют интервал КУТЭ, и с индукторами цитохрома P450. А также при повышении трансаминаз более 5 норм, то есть при исходном нарушении функции печени. Препараты, которые удлиняют интервал КУТЭ, из известных это, например, метронидозол, аметрептилин, андосинтрон, димедрол, дефенгидронин, те, которые являются индукторами цитохрома P450, это карбамазепиноз, наиболее часто используемых, ну или встречаемых в практике, это рифампицин, это фенобарбитал. И как бы выглядела идеальная ситуация, если бы были все возможности, в первую очередь, по определению концентрации азолов в крови, мы остановимся на следующем слайде. И поскольку биодоступность позаконозола вариабельна, то при использовании профилактической дозы 200 мг каждые 8 часов, то есть 3 раза в день, у более чем половины больных концентрация не достигает 700 мг в мл. Мукозит, диарея, активное использование антоцидов, ингибиторов протоновой помпы, тоже снижает биодоступность позаконозола, это надо помнить. Предпочтительный препарат принимать с жирной пищей и избегать употребления газированных напитков. Концентрация больше 350 мг в мл. Прогнозирует концентрацию более 700 мг в мл, то есть целевую концентрацию, на 7-10 сутки от начала приема препарата. Если эта концентрация ниже 350 мг, то обязательно прием жирной печи или повышение дозы до 200 мг каждые 6 часов, то есть 4 раза в день. Или 400 мг каждые 12 часов, это альтернативная схема. Как бы выглядела идеальная схема алгоритма профилактики с помощью вообще противогрибковых препаратов? Если пациент получает венкристин, например, сероревимус, препараты, удлиняющие интервал КУТЭ или индукторы цитохрома по 450, имеет или не имеет нарушение функции печени, если нет, то нужно обратить внимание, есть ли у него мукозит, есть ли у него диарея, и может ли он принимать жирную пищу или нет, проводится ли активное лечение антоцидами. Если нет, то препаратом выбора является позы конозол в стандартной профилактической дозе в 200 мг каждые 8 часов. В идеале нужно определять концентрацию на третий день, если она ниже 350, то нужно повышать дозу, использовать препарат четырежды, либо по 400 мг каждые 12 часов. Если она через неделю ниже 700 мг в мл, то применение препарата нецелесообразно, ну или его назначение не имеет того эффекта, который от него ожидается. Тогда целесообразно использовать вариконазол, либо если до этого пациент имел мукозит, диарею, или невозможность приема жирной пищи, то есть не мог соблюсти те условия, которые обеспечивают оптимальную биодоступность позы конозолу. Если больной исходно имеет ситуацию, когда у него нарушена функция печени, либо он по каким-то причинам должен получать венкристин, сиролимус или индуктор цитохрома P450, или не переносит вариконазол, тогда возможна профилактика микрофунгином или липидными формами амфоторицина B. Как сегодня выглядят рекомендации, касающиеся профилактического использования не при острых лейкозах? При МДС частота развития инвазивных микозов составляет менее 5%, поэтому стандартно профилактика азолами не рекомендована, за исключением того, если больной получает интенсивную терапию при милодиспластическом синдроме, аналогичную таковой при острых лейкозах миелуиных. При остром лимфобластном лейкозе, это исследование мы с вами видели, которое проанализировало почти 1200 человек, частота инвазивного микоза составила всего 6%, и нет рандомизированных исследований, которые указывали бы на необходимость проведения профилактики азолами при остром лимфобластном лейкозе. При этом надо учитывать, что использование азола с инкристином не рекомендовано и нежелательно. Профилактика при милопровидеративных заболеваниях, первичная профилактика не рекомендована, за исключением ситуации, когда проводится интенсивная терапия при властном кризе хронического милолейкоза. И всегда необходимо учитывать, на чём мы уже ранее остановились, взаимодействие азолов с ингибиторами тирозинкиназ. При лимфомах частота развития инвазивных микозов менее 2%, первичная профилактика не рекомендована, за исключением редких случаев орофорингеального кандидоза. При хроническом лимфолейкозе то же самое, и при множественной миломе частота развития инвазивных микозов менее 1%. Стандартная профилактика противогрибковой азовы при миломе не рекомендована. Теперь я коснусь некоторых частных вопросов. Что касается липидных форм амфоторицина B. Есть амфоторицина B липидный комплекс, то есть это соединение амфоторицина с липидами, приблизительно в соотношении 1 к 1, которое формирует ленточную структуру. То есть это не инкапсулированная форма амфоторицина, а такая длинная лента, которая включает в себя вкрапление амфоторицина между липидами. И липосомальный амфоторицин B, где липофильный участок амфоторицина B соединен с фосфолипидами в капсуле. Особенность фармакокинетики этих двух препаратов такова, что для амфоторицина B липидного комплекса в основном формируется накопление препарата за счет его захвата ретиколоэндотелиальной системой легких, печени, селезенки, преимущественно в легких. То есть его концентрация в легочной ткани, что важно для использования или оценки эффективности лекарства при инвазивном аспириделезе легких, то для амфоторицина B липидного комплекса эта ситуация в данном случае более предпочтительна. Накопление в печени и селезенки для амфоторицина B липосомального и липидного комплекса приблизительно идентично. И плазменная концентрация за счет более медленной утилизации в тканях липосомального амфоторицина B выше, чем для амфоторицина B липидного комплекса. И, говоря о плесневых грибах, редких, те, которые не относятся к аспергилам, это, в первую очередь, мукромикоз, один из мицелляльных грибов, который имеет практически стопроцентную летальность, если не своевремен предприняты терапевтически активные мероприятия. Эта инфекция характеризуется быстрым разрушением тканевых барьеров, поражением кровеносных сосудов, гематогенной диссеминацией с развитием тромбозов и некрозов тканей. Преимущественно поражаются легкие, это более 70% всех случаев, придаточные пазухи носа, часто кожа и иногда центральная нервная система в 14% случаев. Этот гриб можно увидеть, собственно, это одноклетка низкосептированного мицелля, то есть он почти не разделен септами, то есть это фактически одноклеточный организм. И при микроскопии видно под 90 градусом отходящий несептированный мицелли, собственно, на основании чего и базируется диагностика мукромикоза. Терапия мукромикоза препаратами выбора по существующим российским рекомендациям, опубликованным в книге «Микоза. Диагностика и лечение» Николая Николаевича Климко в 2017 году. Это липидный комплекс амфторицины В в дозе 5 мг на килограмм в сутки и позаконозол 800 мг в сутки. Причем часто выбор терапии таков – назначают комбинацию липидного комплекса амфторицины В и хинокандина, после стабилизации ситуации продолжают введение липидного комплекса амфторицины В и за примерно 5 дней до планируемого отмена назначают позаконозол в дозе 800 мг в сутки, потому что в данном случае комбинированная терапия более эффективна. Важное значение имеет резекция пораженного участка, в частности, когда эта ситуация связана с кожей. Хирургическим методом это имеет силу рекомендации и уровень доказательности А2. Следующий микоз – это фуззариоз или гиалогифомикоз. Гиала – это от слова гиалиновый, то есть бесцветный. То есть эти грибы не красятся в черный цвет, потому что не содержат меланина и видны в виде светлоокрашенных гифов. Это второе место после инвазивного аспергиллеза в структуре плесневых грибов. Особенностью является поражение глаз, кератит, поражение кожи примерно в 70% случаев. Ну и также встречается инвазивный дифсинирный фуззариоз у больных с длительной нитропенией. Препаратом выбора является вариконазол, назначаемый в дозе 6 мг на 1 кг каждые 12 часов, а затем с переходом на 4 мг на 1 кг, стандартная практика. Альтернативные препараты – это липидные формы фатрицина B, позаконазол. И акремониоз или следующий гиалогифомикоз, акремониум, который тоже часто поражает кожу и может иметь диссеминированный характер развития. В данном случае наиболее эффективным препаратом является вариконазол, назначаемый в стандартных дозировках. К альтернативным препаратам относятся липидные комплексы фатрицины B и позаконазол в дозе 800 мг в сутки. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok